Сейчас в машине нахожусь с нашим видом, с компетентным человеком, да. Зовут ее Ирина, Ирина Миркина. И она хотела бы объяснить насчет благодатного огня и воскресения. Сергей, видно меня, да, слышно? Христос воскресе, мы уже говорим. Объясняю почему. Потому что в субботу, да, знаете, литургия в субботу, переоблачаются. Там уже пасхальная литургия идет. Черные одежды меняют на белые одежды. И вот я сегодня говорила со священником, у которого вчера служил в литургию. И он говорит, как переоблачились, отпустило и почувствовал. Христос воскрес. Вот. А традиция Святой Земли действительно, как свой и благодатный огонь, мы понимаем, что это символ воскресения, да, что Господь дает нам год. И поэтому мы друг друга поздравляем такими словами. Христос воскресе. Ну, вы знаете, я больше отношусь больше к Святому Писанию. То есть, что Слово Божие. В Слове Божьем написано как? В пятницу его распяли, и на третий день он воскрес. Поэтому в православии придется праздновать воскресение, как воскресенье. Все. А остальное все это выдумки попов, как говорится. Ну, вы тоже правы, да, Священное Писание, да. Но тут уже вообще нету местная традиция. Все, что больше, чем написано в Евангелии, от лукавого сказано. Ну, хорошо. Ладно. Не могу предстоит еще. Хорошо. Тут и против такого нет. Так что, Христос воскресе завтра у нас. Будем завтра, хорошо. В воскресенье, в святое Христово воскресенье. Сереж, хорошо. В любом случае у нас тут уже говорят. Но мы завтра еще расскажем, и уже это будет для тебя более правдоподобно, скажем так. В любом случае огонь сошел, огонь сошел и была хорошая погода, а сейчас ливень. А сейчас ливень, просто я не знаю, если ты сейчас что-то видишь, мы возле Троицкого собора, оно льет, как из ведра. Это вот огонь сошел и ровно через 15-20 минут просто погода поменялась. Хорошо. Но это совпадение. Это совпадение. Спасибо.